Кузьмина знали только по записям, только по кассетам. Сейчас знают его и на экране телевизора, и пластинки вышли. Когда было лучше? Раньше или сейчас? Есть ли приобретение с тех пор? Или только потери? Или наоборот, только приобретение? Вообще-то, больше приобретений, если честно говоря. Хотя, в общем-то, те поклонники, которые слушали только на кассетах, когда меня еще не показывали по телевизору, пластинок не выходили, а они самые верные. У них 6-7 лет Ленинград хороший показатель. Кстати, Ленинград первый снимал вас в этом году. Да, Ленинград первый нас снимал. В общем-то, такой город всегда с удовольствием приезжаем. Так сложилось, что почему-то здесь нас любят даже больше, чем многих. Ленинград, мы здесь как родные. Поэтому всегда в этот город с удовольствием приезжаем. Конечно, были сложности. Здесь какой-то массовый такой. Сейчас опять, особенно, мне много не показывают. Сейчас. И все, в общем-то, возвращается нас в районе. Другие мы играем. Только такую музыку, которую мы хотим. Поэтому я считаю, что только приобретение. Я имею в виду творчество. Особенно в таком, конечно, в любой жизни у каждой есть приобретение. Естественно, чем больше приобретение, тем больше потерь. Естественно. А нет ли вот такого чувства, что с тех пор, как много стало всего, и пластинок, и, в общем, что-то, что потерялась какая-то искренность, что ли? Нет. Искренность у меня никогда не терялась. Потому что все, что я делаю, это всегда искренне. Нет. Наоборот, я считаю, что мало. Потому что все это все равно очень странно. Пластинки вроде бы выходят, все равно они выходят. Каким-то тиражом недостаточно, чтобы их слышали все желающие. Но много таких вещей, которые, в общем-то, нет у нас. Невозможно. Объясни. И еще такой вопрос. Вы, конечно, следите за шоу-бизнесом на Западе и за тем, как выходят диски. У вас как они часто выходят или нет? И в сравнении с исполнителями зарубежными? Нет, у нас вообще нет никакой системы, вообще нет никакого шоу-бизнеса. Потому что я ездил в составе советских композиторов в Нью-Йорк. У нас специальный семинар на музыке. И, в общем-то, изучал, что такое шоу-бизнес. То есть, понял, что у нас в стране вообще его не существует. Не знаю, как бизнес, а шоу-бизнесом на Западе. Просто это в зарозошном состоянии находится. Нет никакой системы. Потому что, допустим, все три пластинки, которые сейчас вышли, и четвертые вышли каким-то маленьким-маленьким тиражем, они были записаны в 86-м году. Одна пластинка вышла в 87-м, остальные две вышли в 89-м. Когда они записаны были примерно на 1-е тоже. Никакой системы. То есть, в 88-м году у меня была записана четвертая пластинка. Но появился такой маленький тиражем, я на ней разу не видел. Сейчас уже пятая готовится, называется, когда основа другие. Уже готова. Когда она выйдет, я тоже не знаю. Мне, конечно, хотелось, чтобы она вышла, допустим, через месяц. Но я думаю, что она выйдет через год, через залучим суши. Хотя все уже устаревают. Не знаю, от кого зависит. Может, я сам это знал. Я думаю, что нет, потому что все остальные говорят то же самое. То есть, мы сами наблюдаем работу наших грамзаписывающих фирм. Да, но я счастлив, что вы хоть вообще стали выходить в пластинку. Потому что раньше это было так. Сейчас же не является такой ценностью. Потому что альбомы, есть альбомы на кассете, на пластинке. Тем более, уже на всем мире, уже от Энилова в дисках отказываются, к сожалению. А когда мы будем обыскать компакт, если к ним не есть. Так что вообще неизвестно, что среди у нас будет происходить. Вся жизнь сложная гонка, Проблемы суета, Альбомы Юная девчонка Уже совсем не до Пока мы все летаем Куда пошла страна Мы вечно забываем, что жизнь всему одна Ты позвони мне среди ночи За письмо за спокойный сон Из Мурманской или из Сочи Мы вечно забываем, что жизнь всему одна Ты позвони мне среди ночи За письмо за спокойный сон Из Мурманской или из Сочи Мы вечно забываем, что жизнь всему одна Да, да, да КОНЕЦ КОНЕЦ И вечно забываем, что жизнь всему одна Ты позвони мне среди ночи За письмо за спокойный сон Из Мурманской или из Сочи В Москву, в Тамбов и в Вашингтон Ты позвони мне среди ночи За письмо за спокойный сон Из Мурманской или из Сочи В Москве, в Тамбов и в Вашингтон Yeah, yeah, yeah Ты позвони мне, позвони мне Ты позвони мне, позвони мне Ты позвони мне среди ночи Yeah, yeah, yeah Мурманской На самом這裡 Вот что Танц Мурманской На полку Продолжение следует...